Хей! Сегодня о том, стоит ли учить топики или нет, и вообще стоит ли что-либо зубрить для того, чтобы выучить иностранный язык. Разберемся. Let's go! Язык – это средство общения. Ключевое слово – средство, инструмент, с помощью чего мы налаживаем коммуникацию, понимаем друг друга, выражаем свои чувства, эмоции и доносим необходимую информацию до собеседника. Возможно ли донести информацию до собеседника, просто зазубрив какой-то кусок текста? I don't think so. Марин, как у тебя дела? У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том, и днем, и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом. То есть для того, чтобы поговорить о погоде, совершенно не обязательно учить текст про погоду, потому что текст – это статичная структура. Разговор и коммуникация – это всегда динамичный процесс. Собственно, зачем учат топики? Для того, чтобы мочь построить коммуникацию на определенную тему, конкретную, которая задана в этом тексте. Но дело в том, что один текст, в первую очередь, никак не может выразить все многообразие какой-либо темы. Так что же делать для того, чтобы расширить свой словарный запас в определенной тематике, мочь поговорить на эту тему, правильно выразить свою мысль? Первое – узнать о порядке слов в английском предложении. Дело в том, что он устойчив, и это офигительная новость для всех русскоязычных, потому что в русском языке у нас все гораздо сложнее в этом плане. Мы можем переставлять слова как угодно, и смысл предложения от этого не изменится, просто изменится смысловое ударение. Например, «я живу в Москве», «в Москве живу я», «я живу в Москве», ну и как угодно, «в Москве я живу». Смысл предложения не изменится, порядок слов свободный. Этот факт усложняет изучение иностранным гражданам русский язык. Тот факт, что в английском языке порядок слов устойчив, нам очень даже играет на руку. Это первое, что стоит знать для качественной коммуникации, устойчивый порядок слов, почитайте об этом. Второе, что стоит делать для того, чтобы мочь коммуницировать, это читать топики. Лучше пересказывать их своими словами, опираясь на первое правило, указанное выше, устойчивый порядок слов, вы помните, да? И помимо одного текста, стоит дополнительную информацию по этой теме читать. Это могут быть статьи из журналов, газет. Это могут быть радиоэфиры, подкасты, аудирование на заданную тему. То есть исходный текст топика обязательно следует дополнять чем-либо, чтобы в полной мере получить информацию о заданной тематике. Кроме всего прочего, я все-таки рекомендую заучивать, но именно диалоги, они могут быть взяты из фильмов, из видеозаписи, опять же, на заданную тему. Например, weather forecast, раз уж мы говорим тут про погоду. Заучивайте какие-то реплики, и это придаст уверенности вам в произношении, улучшит интонацию и все такое. И последним этапом изучения топика обязательно должна быть коммуникация между группой людей, изучающих данную тему. А еще очень круто сделать какой-то проект на языке, на заданную тему. На мой взгляд, это наиболее эффективный способ изучения тем по английскому языку, а вовсе никак не зазубривание чего-либо. Это все, что хотела сегодня рассказать о топиках. Ставь лайк, подписывайся на канал, на соцсети, они указаны внизу. Ну и 100 баллов за ИК тебе. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok